Теперь у нас выставочный зал. Да, последний изначитель. Здесь сейчас выставка, которая посвящена... Это то, что на фейсбуке было, да? Да, вот здесь у нас как раз афиша этой выставки. Она недавно совершенно открыта. Да вообще творчество клоунов такое очень необычное, интересное. Больше всего любимая публика. Конечно, это один из трогательнейших жанров вообще в цирке. Поэтому вот сейчас о нем вам расскажет Дима. Лучше нас. Давай, говори. Вам слово. Краше. Здесь у нас, собственно, получается три стеклопакета, где представлены различные этапы жизни Папулаева, Валерия Колбова. Здесь как бы у нас, да, начинаются и чуть-чуть предки. Это его дедушка Михаил Филиппович Ефимов. Здесь вот группа... Ты прям показывай пальцы, потому что так же... Валерия Колбова. Я же не знаю как. ...вахмастер первого оренбургского царевича Алексея Казачьего полка, иконной бригады генерала Келлера. Одно из самых ударных кавалерийских соединений Первой мировой войны, участник Брусиловского прорыва и прочее, прочее. Вот здесь уже более поздние 30-е годы в центре это его супруга, папина бабушка. Это уже семья, когда жила на севере. Михаил Филиппович был репрессирован в 30-м году, расстрелян. А еще ранее, в 20-е годы, семья была выслана на спецпоселение на Обскую Губу. И папа мой родился уже в деревне Ванзитур, Тюменская область, Березовский район. Тот, куда Мельщиков Березов был сослан, это вот еще туда дальше, на север. Здесь, на этой фотографии, другая ветвь, это Колобова. Это вот папина папа, папина дедушка и бабушка. Вот. Здесь уже потом, когда после войны семье разрешили вернуться в Тюмень, здесь папа, я думаю, класс 4-й, 5-й, мама его, Анна Михайловна, и Анатолий, его старший брат. Собака, пужок, лайка, 27 лет прожила собака. Любимец семьи? Да, любимец семьи, во время войны кормивший всю семью. А как она кормила? Собаку, во-первых, ходила, она охотник, в одиночку ходила, на волка. Один раз, когда получилось, когда папа с его отцом возвращались с охоты, и уже были отстреляны все патроны, на них вышел медведь. Да, ну это, как бы, места далекие от цивилизации. Дружок, он набросился на этого медведя, вцепился ему в хвост. Пока медведь вот так вот крусился, папа с его отцом успели добежать до лодки, отчалить от берега, и потом дружок отпустил этого медведя, и прыгнув с обрыва, прыгнул в воду, залез к нему в лодку. Такая собака. А когда начались голодные времена, да, появилось так, что вдруг на крыльце дома стали появляться вязанки сушеной рыбы. Никто не мог понять, откуда все это берется. Проследили за дружком, оказывается, там где-то был какой-то склад продовольственный, он лазил по лестнице, приставленный к чердаку, лазил наверх, приносил оттуда эти вязанки. Когда все это дело обнаружили, там все это, конечно, закрыли, он стал приносить крыс, мышей и складывать так прямо на пороге дома. Ну, это папа еще, это его родители, Дмитрий Иванович, Анна Михайловна. Папа уже в школе самодеятельности. Здесь тоже еще папа еще в школе учится, в театральной постановке. Вот здесь у него даже похвальная грамота 4-го класса учеником мужской 7-летней школы Тюменской. Здесь тоже его грамота в музыкальной школе Тюменской. Вот это такой первый стенд, как бы его до цирковой период жизненный. Этикетку мы взяли как раз вот с набора цирковых плакатов. Копоры в Питере были изданы на фонтанке. Ну, а здесь пошли, здесь вот плакат папин, 60-х годов. Вот, потом дальше мы идем. Это уже у нас получается период студенческий. Папа у нас, да, здесь приходит. Папа у нас учился в училище с 55-го по 57-е годы. Это был первый набор на отделение клоунады в музыкальной эксцентрике. Вот. Подожди, это с Николаем, который? Да. А, Николаев и Гоша, да? Да, дядя Гоша, Афанасья. Вот как раз таки здесь ты вот увидишь, вот Андрей Николаевич вот сверху. Вот папа, дядя Гоша, вот здесь. А, вот. Тетя Галя, супруга, извиняюсь. Папа. Вот. Это Володин отец. Да? Да. Я не помню, у Линки есть как-то в России или нет? Я думаю, да. Он недавно умер. Я знаю, конечно. Знаю. Вот, это Александр Александрович Федорович, их педагог в центре. Человек вообще через, чьи руки прошло очень много выдающихся артистов того поколения. Опять-таки многие забывают тот факт, но тот же самый Юрий Владимирович Никулин был в студии при старом московском цирке, тогда единственном в цирковском бульваре. Именно эту педагогскую студию вел Федорович. Это было еще до местечки, но это немножко другая история. Анатолий Смыков, он здесь присутствует. Папа, он справа стоит. Здесь вот фотография, это 57-й год, фестиваль молодежи и студентов в Москве. Попов. Да, это как раз таки вот вся их когорта. Это... Ой, если не ошибусь. Анатолий Смыков, Валерий Колобов. Так, это, по-моему, Васильченко, теть Марина Капитанова-Полбинцева, Андрей Николаев, Попов. Это вот они. Это 64-й год, Москва. Папа, который старый цирк. Это Киевский цирк Ирины Сидоркиной «Морские львы». Папа с Рынькой. Это Чехословакия, цирк Умберто. Это фотография белорусский коллектив. Папа, то есть... А где здесь сама Сидорки? Её здесь нету. Это папа с ее... Про Сидоркинский аттракционы вообще можно отдельно рассказывать. Там множество историй. 61-й год Талин. 80-й год выставка ВДНХ. Ой, извиняюсь. Чехословакия, Умберто. 77-й год. Ну, тут мы взяли просто пару программок. Тут Харонический цирк просто случайно попался так, как оказался, да, под рукой. Ну, там тоже. Вот, ну, здесь тоже еще один из плакатов. 70-е годы уже. А теперь это какой цирк? Умберто в Чехословакии. Самый большой Чехословакий цирк. Которая книга была цирк Умберто? Да, цирк Умберто, да. Да, да. Да. А вот. Ну, вот это все. Это уже 80-й год. Начало 80-х. Это, опять-таки, после Олимпиады. Эта фотография была сделана в Зеленом театре на ВДНХ в 80-м году. И где-то вот начало 81-й, 82-й, я думаю, это плакаты. А это вот последний главный плакат, 85-й, 86-й, наверное. Я не знаю. Вот так примерно. А много было разновидностей плакатов? Ну, вот эти, вот эти. Потом вот этот вот с Бояном еще был, которого у нас нету. Потом был еще черно-белый у нас где-то он лежит с большим. Вот так. И здесь такая ассорти более поздняя. Вот. С коровой реприза. Папа в гриме. Здесь эта фотография. Это у нас 2000... Декабрь 2011 года. Это уже после перерыва. У нас супруга моя была беременная. Папа поехал со мной снова. Мы уже несколько лет не работали вместе. Мы поехали в Марсель. У нас были большие новогодние представления в дворце Скорка. И вот так получилось, что это стали папины завершающими достролями. А вот. Африка. 70-й год. Вот. Тумба-юмба. Да. Мама летит в Сальтамартале. Папа ее пассирует на сход. Очень красиво. Это мы втроем уже. Это я помню вставить где-то по Фейсбук. Да. Может быть была. Австрия, Альтфекобе, 2001 год. Тут я уже папа, мама. Ой, папа я и супруга моя. Уже в новом составе. Это 2005 год. Это фотографии буклета. В Рижском цирке делали, с чем дядя Володица представит. Спектр манежа. Вот. Это вот здесь тоже, кстати, Другомир Драганов прислал. Они у нас тоже где-то сохранились. Здесь тоже есть они афиши. 1989 год. Болгария. Это вот родители здесь, папа с мамой в фойе Воронежского цирка. Вот тоже у маки это памятник Анатолию Дурову. Вот. Мама со сбором. Кубики летели из руки сюда. Да. Не наоборот. То есть сбор кубиков, а не разбор. Да, сбор. По шесть кубиков по каждому. Да. Это трюк дедушки моего. Вот. Ну и здесь у нас тоже маленькая такая витринка. Здесь вот манекен с костюмом еще есть. Да. Который вот на фотографиях мы видели. Он использовался для реприза корова. Просто такого стилизованного драссировщика циркового. Ну и здесь вот на витринке у нас собраны тоже некоторые книги, в которых вспоминался папа. Или были его фотографии. Часть какого-то буклетного, рекламного материала. Это же эстрадный цирк. Да. Советский цирк. Советский цирк. Майский номер 59-го года. Папа он на обложке. Вот. И замечательная, как реквизит. Да. Да. Тут мы так пытались как бы ввиду того, что времени немножко не хватало, но тем не менее мы сделали такие пересечения. Если какие-то элементы у нас присутствовали на фотографиях, мы их постарались здесь представить. А это, подожди, это что? А, это по маркам. Это питерские. Питерские. Да, да, да. А, да, да. Видел меня у них. Вот. Здесь, что у нас идет. Два издания искусства клавунада Макаровского. Советское и нынешнее. Там нет. Вот они. Потом, что мы тут видим. Цирк на Белорусской арене. Вон там папа ассистирует как раз стоит. Где это? Вон там фотография слева. А, да, да. А вот потом Невчинский цирк России на перегонки со временем. Там очень много развернуто, достаточно написано. Вообще, оказывается, папа даже относится к основоположнику вообще всего этого направления. Дело в том, что просто получилось, они как бы выпускались-то все вместе, но у них получалось как бы обучение заканчивалось двухгодичный курс был после десятилетки в 57-м году. Но дипломы давали только после практики и после того, когда уже был подготовлен репертуар. И вот получилось, что дипломы у них были в 58-м году. И папа, собственно, один из первых, кто с того выпуска, кто поехал самостоятельно работать. Кто не попал не в группу, кто не попал не в какой-то там, допустим, просто аттракцион комиком, а именно поехал работать коверным сразу. А это что за алюминиевое? Алюминиевое вот как раз от реприза доктор. Вон колпак, щепчик был, щепчик я не успел принести. Так что... А молоток деревянный у папы в руке. Вот внизу молоток. Барен с балалайкой там спрятан. Вон, да, расческа это от парикмахер-клубна. Шкатулка тоже там у нас где-то присутствовала на фотографии, где папа гримировался. С ногой реприза. Кстати, сейчас мы увидели реинкарнацию. А там что за коробка? Это же шкатулка для грима. А, для грима. Да, в аквамарине. Вон книга была подарена еще ученику. Какого класса-то? Так, 54-й год, 9-й класс еще папа учился. Какой? С надписью которая? Да, да, вон книга, там стоит за грифом балалайки. Вот. Тут вон тоже какие-то старые удостоверения я нашел. Старый московский цирк в Цветном бульваре, Ленинградский, Рижский цирк. Тогда везде были солидные корочки в каждом заведении. А вот училищный диплом. Вот это же училищный, да? Да, училищный, да. Да, да, да. Слушай, так он что-то вообще не изменился-то, да? У меня такой же. Да. Только герб другой. Со спортшколы еще, это все еще тюменский период вон. Ну, много чего так. А там что за приз? Это 2001 год Австрия. Подарили. Журнал из Чехословайки, 77-й год. Там тоже это флайер, это 2008 год. Фестиваль в Бухаресте. А это что за знак? Уриситетский короб. А-а-а. Искультуру надо. А почему не такой? А это другой. А, это другой. А, это другой. А, все. А это один, по-моему просто. А это один знак такой. Все, понятно. Вот так вот вкратце все есть. А Балайка играешь или трюковая? Не, у него почему-то. У папы, ты понимаешь, дело в том, что как бы у него была изначальная реприза музыкальная из Балайка и с Баяном. Он потом их разбил пополам. Кроме того, что он просто нехорошо играл, потому что он окончил музыкальную шкуру. Но дело в том, что как бы там трюковая игра была. Он вращал эту Балайку, играл за спиной, играл под ногой, подбрасывал, ловил ее, с Альтамарталь с Балайкой делал. Потом убрал Баян, опускался в пляс с Баяном. Ну и Баян, вот я тебе говорю, 7 лет он делал трюк. В принципе, никто это не повторил. Я не знаю, наверное, не скоро это возникнет. Он с полным Баяном, с голосами, как бы не с имитацией Баяна, как вот в танцевальных коллективах просто выходит, а с настоящим тяжелым Баяном делал на финал переди с Альтамарталь. 7 лет отпрыгал. Кстати, педагог по акробатике, который ему это дело обучал, вот стоит здесь. Фамилия Маликов. Стоит по центру. А это возникнет Саида? Да, это старый еще учитель. Вот такая вот история. Итого, с 55 по 2011. Сколько получается лет цирки? У кого с арифметикой? 56 лет. 56? 56 лет цирки. Ну и плюс потом советом и добрым словом нас направляем. Так а ты с ним ездил по школу? Школу менял или как? Когда маленький был, конечно. Сколько ты школ поменял? Ты не считал? Я не считал. У нас, ты знаешь, была система очень продуманная. Потому что я первые два класса полностью отучился дома с дедушкой и бабушкой, чтобы это был серьезный настрой. А с третьего класса я постепенно начал ездить с родителями. А так только на каникулы. А вот, кстати, эта шкатулка, которая на этой фотографии. Она для грима, да. Задумка была такая. Настоящее, да? Артист Мосгост-цирка, в котором выступал Юрий Юрьевич Дуров. Здесь животное во время гастрольной поездки от болезни погибло. И было принято решение, в памяти дружеской коллекции, что у Анатолия Леонидовича в домашнем музее когда-то был отдел природы. И в этом отдельном у него была громадная коллекция чучел-шкор и рогов-животных чуть ли не со всего света. Ну, после того, как кто-то погибло, ну, это хотя бы что-то, чтобы напоминало Анатолия. А московые уголки у них в таком виде хранятся абсолютно... Пексидермисты, наверное. Пексидермисты, наверное. Кстати, очень редкая профессия. Пексидермисты. И главное, денежная? Нет, дело в том, что, допустим, в Астрахани, я просто знаю, у нас было два человека. Они оба работали в штате Кровевического музея. Отец и Силь, я не знаю, отец уже жив или нет, тоже занимались. Ну, Воронеж в Кровевическом музее тоже была такая, где мне стоят, а потом, когда определенные моменты... Понятно. ...система. Ну, шоу просто. А теперь там нет такого... Ну, че, здорово. Прекращаем. Вот такой у нас хороший музейчик. Спасибо вам за интересный рассказ. Спасибо. Вам спасибо. 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 Спасибо.